И всем привет! Я постаралась сегодня составить максимально какую-то уютную картинку, чтобы поговорить с вами вечерком о том, что мне понравилось в прошлом месяце. И кто не знает, в этом формате видео я рассказываю о своих любимчиков за прошлый месяц, будь то книги, сериалы, фильмы, еда, музыка... Нет, музыки у нас еще не было. Поездки. В общем, все-все-все здесь чисто, сборная солянка, то, что мне безумно понравилось за прошлый месяц, как уже и говорила. И когда я вчера лежала и думала, что буду сегодня снимать такое видео, я подумала, а почему только я с вами делюсь тем, что мне понравилось за прошлый месяц. Мне же будет безумно интересно почитать, что вам понравилось за прошлый месяц. Вы можете написать в комментариях все, что угодно. Это может быть еда, рецепты, это может быть музыка, фильмы, книги, сериалы, аниме, игры. Все-все-все, что запало вам в душу в прошлом месяце, мне будет безумно интересно это прочитать. Я, может быть, возьму что-то себе, попробую пройти вашу любимую игру или приготовить что-то по вашему рецепту или прочитать книгу. В общем, абсолютно все, что у вас на душе, обязательно пишите в комментариях, потому что мне интересно искренне вообще почитать, чем вы интересуетесь, что вам понравилось. Поэтому надеюсь, что вам будет не лень это делать и вы хотя бы парочку слов о том, что вам понравилось, напишите мне. Вот, и давайте долго затягивать не буду с приветствием и поехали. Правда, я еще думаю, с чего начать. И, конечно же, и, конечно же, главный атрибут моих видео это чаек. У меня сегодня это персиковый чай, которым я рассказывала в своем прошлом видео. Пока что я пью только его или ромашковый чай, они мне очень нравятся. И сегодня у нас персик. И я вообще не могу поверить. Нет, я могу поверить. Но еще полгода назад я бы точно не поверила, если бы мне сказали, что у меня лучшей книгой месяца и лучшей книгой лета будет современный роман. Потому что я к ним отношусь превзято. Мне большая часть не нравится. И тут я решила, что, ну, все равно летом нужно закончить как-то романтично, какой-нибудь романтичной книгой. И я подумала, что нужно уже познакомиться с автором Эмма и Скотт, потому что все о ней говорят. И она большинству нравится. И, может быть, я что-то смогу найти для себя у нее, потому что книг у нее очень много. И я беру книгу сейчас и навечно, только потому что мне понравилось описание этой книги. Итак, Эмма и Скотт становится лучшей вообще писательницей романов для меня теперь. Ее книги я обожаю, потому что, когда я читаю книги, я делаю это с каменным лицом. То есть, никаких эмоций. Единственное, что у меня уголки губ приподнимаются, если в книге хорошее чувство юмора. Но как-то на яркие эмоции я не способна. Иногда, скорее, кажется, что я там не книгу читаю, а какой-нибудь конспект по математике перечитываю. И, в общем, тут я читаю ее книгу. Мне уже понравилось. Мне действительно с первых страниц она так классно передала вайп лет, скажем так. В общем, настроение лет она очень классно передала. Это что-то как-то вот современный сленг вообще тяжело мне дается. И все прекрасно. И тут я понимаю, уже больше прочитав эту книгу, я понимаю, что у меня идут слезы. И они у меня не идут из-за того, что там какой-то драматичный момент. Просто все настолько искренне расписано. Все настолько, знаете, по-семейному, по-домашнему. И я просто начинаю плакать от того, насколько это все прекрасно и все хорошо. Мне настолько главные герои запали в сердце. И когда я прочитала последнюю страницу, закрыла книгу, я поняла, что мне срочно нужно еще книги Эмми Скотт. И я хочу читать ее книги без остановки. И в тот же день я поехала в книжную и купила «Стань моим завтра». Но, но, если вы еще не знакомы с этим автором, хотите познакомиться, мой совет касаемо именно этих двух книг. Сначала нужно читать «Стань моим завтра». Вот сначала читается именно она, а потом уже читается «Сейчас и навечно». Потому что вот в этой книге «Стань моим завтра» нам рассказывается про девушку, которая приехала в Нью-Йорк. Потому что у нее есть комикс, в который она вложила душу, который для нее много значит. И она хочет, чтобы его напечатали. И, собственно, Нью-Йорк оказывается не таким прям классным городом мечты. И еще там пару пингов под пятую точку дает. И она, в общем, понимает, что у нее вообще нет денег. Но возвращаться в родной город она не собирается, потому что она, ей важно напечатать этот комикс. Невероятно. Она считает, что это, если она это не сделает, это будет даже как будто предательство ее сестры и ее матери. В дальнейшем вы поймете, о чем я говорю, если решитесь прочитать эту книгу. И она знакомится с парнем, который работает официантом в итальянском ресторане. И на свой страх и риск она спрашивает, а не могу ли я у тебя немножко пожить, там недели три, месяц. Потому что у меня нет денег, но как только мой комикс напечатают, как только я внесу правки, я обязательно от тебя съеду. И нам рассказывают, в общем, про второго главного героя этого парня. И у этого парня есть лучшая подруга Дарлин, о которой нам тоже рассказывают очень много чего. Вот в этой книге «Стань моим завтра» и в книге «Сейчас и навечно» нам уже рассказывают дальнейший путь Дарлин. Нам рассказывают, что с ней стало дальше. И, собственно, получается так, что я сначала прочитала про Дарлин, хорошо ее узнала, все, и стала читать, что у нее было раньше. И в этой книге можно наткнуться на спойлеры, что будет в этой книге. Как по мне, это очевидно, но если вы вдруг не переносите совсем спойлеры, то, конечно, нужно начинать именно с этой книгой. Потому что, как по мне, потом дальше следующая книга у нее идет, которая уже рассказывает историю Макса. А Макс – это хороший друг Дарлин. Я не читала эту книгу, но я не думаю, что очень страшно, если их случайно перепутать местами. Но, ребят, не перепутайте местами вот эти книги. Вот это, мне кажется, это очень важно. Но, в общем, этого автора ставлю на первое место. Я влюбилась в ее книги, и мы читали с вами книгу ее... У меня с названиями такие проблемы. Я не убежу отсюда. В общем, я оставлю подсказочку. Мы читали вместе с вами ее книгу. Это была одна из ее первых написанных книг. И она, конечно, более слабая по сравнению с этими книгами. Но она мне также очень сильно понравилась. Ну, более подробно, как мне написали, я 22 минуты рассказываю там только про эту книгу. В общем, если хотите прям послушать досконально, переходите по ссылочке. Но, с начала, досмотрите лучше это видео. И также, что хочу вам рассказать про книги. Во-первых, поздравьте нас. Мы собрали абсолютно всю коллекцию манги «Волчица и пряности». Я не верю, что это произошло, потому что первая книга в нашей коллекции была куплена в 2000... По-моему, в 2017 или 2018 году. Сейчас 2023 год. И вот все это время мы собирали мангу. Ну, начал мой муж первым. Потом я. И вот так тихой цапой присоединилась. И, в общем, в этом году, в августе, мы купили последнюю 16-ю часть манги. Правда, мы еще рано бы собираем. Поэтому, можно сказать, что «Волчица» еще не покончена. Но, по крайней мере, мангу мы собрали абсолютно всю. И я могу просто лето посвятить... Ой, лето. Осень. Нет, всю осень я могу посвятить тому, что я просто буду читать эту мангу. Я уверена, что я прочитаю ее за неделю. Это будет лучшая неделя в моей жизни. И лично для меня уж точно сентябрь ассоциируется с классическими произведениями. Потому что у меня было так, что я иду в школу. Значит, мы сейчас будем изучать Достоевского, Гоголя, Пушкина, Есенина. Но, на самом деле, школа мне смогла проявить любовь к нескольким произведениям. Они мне, правда, очень сильно понравились именно в школьное время. И первая книга — это «Достоевские преступления и наказания». Мне очень понравилась эта книга в школе. Я не знаю, почему. Но вот она мне прям очень сильно понравилась. И у меня она есть. Но, когда я увидела новые обложки от издательства «Миф», я поняла, что я хочу себе на полку эти книги безумно. И, в общем, первое пополнение — это «Преступление и наказание» вот в этой обложке. Посмотри. В общем, безумно счастлива. Я не понимаю. Мне кажется, что фокуса нет. Есть фокус? В общем, вот такая вот классная книга. Я вообще-то ничего не вижу, что я вам показываю. В общем, вот такая вот книга. Я безумно счастлива. И вторая книга, она уже, конечно, на моей памяти не относится к школьной литературе. В общем, эту книгу мне привез мой крестный. Огромное тебе спасибо. Я уверена, что ты не смотришь мои видео, но твои проблемы. Я тебя тут поблагодарила. В общем, это «Дракула». Как по мне, это тоже максимально крутое произведение, которое стоит вообще читать осенью. И я тоже безумно довольна, что теперь у меня она есть. Именно «Дракула», кстати, у меня не было. То есть, это моя первая книга. Ну, я думаю, и последняя, потому что пока что это вот единственная книга, где обложки мне безумно понравились. И да, куплено ради обложек. Ну, конечно же, я буду это читать. Я еще очень хочу «Грозовой перевал» от этой обложки. И мое второе любимое, кстати, произведение со школы – это Евгений Онегин Пушкина. Поэтому я тоже обдумываю, чтобы и его себе заказать в этой обложке. И что касаемо фильмов «За август», вот самый первый фильм, как по мне, самое идеальное время, чтобы его посмотреть. Это именно сейчас, это «Осенний период». Или такой уже поздней осенью его идеально посмотреть. Но, по-моему, в прошлом видео, которое я снимала «Любовь с первого», я рассказала вам про фильм «Общество мертвых поэтов». И многие меня поддержали, сказали, что тоже очень нравится этот фильм. И, на самом деле, у меня есть фильм, мой любимейший, который я именно в этом месяце пересматривала. И он как раз-таки на похожую тематику. Называется «Улыбка Монализы». И нам уже рассказывают не про закрытую школу про мальчиков, а закрытый колледж для девочек. И в «Общество мертвых поэтов» приехал новый учитель английского языка. А в этом фильме приехала новая учительница, которую играет Джулия Робертс. И она учитель по искусствоведению. Искусство, осенняя атмосфера. Я, ну, было понятно априори, что я влюблюсь в этот фильм. Вообще вот это настроение этого фильма, эстетика этого фильма, локация этого фильма, картинка. Мне всё безумно нравится. Единственное, там, как по мне, была небольшая оговорочка про Ван Гога. Там было сказано, что он за свою жизнь не продал ни одной картины. Это неправда. Он за свою жизнь, по-моему, продал то ли одну, то ли две свои картины. Да, это немного, но сам факт, что вот небольшая оговорочка фильма была. Но, не считая этого, фильм потрясающий. Он мне безумно понравился. И я его вот пересматривала, я его обожаю и вам его советую. Если особенно вы его не видели и вам нравится общество мёртвых поэтов, то мой совет глянуть этот фильм. И второй фильм, который я не смотрела, а пересматривала и показывала его мужу, это «Звёздная пыль», это экранизация книги Нила Геймана. Я обожаю этот фильм, мне он очень сильно нравится. И я узнала, что мама ещё её не смотрела. Я такая, ты не смотрел классику, бегом смотреть. Ему тоже безумно понравился фильм про звезду, которую сбил жерелье короля. И, в общем, она упала на землю, и на неё объявилась охота. Ведьмы бегают за этой звездой, сыновья этого короля бегают за этой звездой. И молодой человек по имени Тристан, который обещал своей возлюбленной, ну, как бы он в неё влюблён, обещал эту звезду. И, в общем, нам рассказывают о их приключениях. Я обожаю этот фильм за костюмы, за картинку, за чувство юмора. В общем, мне очень нравится этот фильм. И я вообще с ним довольно-таки познакомилась давно. Но, по-моему, когда мне было лет 10, я посмотрела, я вот так вот сидела маленькой у экрана и такая, как это красиво, как это классно, мне безумно понравилось. Мужу тоже очень сильно понравилось. И вот, и у меня вообще август получился, что я новые фильмы не смотрела, а пересматривала то, что мне безумно нравится. И вот эти два фильма я пересматривала, потому что они вот мои любимые, правда. Ну, и, конечно, сейчас уже сентябрь. Сейчас я уже буду пересматривать свои любимые осенние фильмы. И уже в следующем месяце буду с ними с вами делиться. Ой, как я люблю осень. Как я счастлива, что она наступила. Однозначно любовь из первого взгляда. В этом месяце у меня была статуэтка Лизы по Геншину, потому что я за ней бегала. Кто знает, я, когда начала играть вообще в Геншин, я сразу же влюбилась в Лизу. Мне безумно понравился этот персонаж. И поэтому я очень сильно хотела себе какую-то статуэтку. И в один день мне нужно было забрать заказ, кстати, вот, последнюю часть волчицы. И в этом магазине я увидела, что стоит вот эта вот прекрасная дама. и поняла, что она едет вместе со мной домой. Еще мы Эмбер прихватили. Она тут у меня на фоне стоит. Но Эмбер это уже все-таки любимчик моего мужа. Стоит она у меня. Мой любимчик это Лиза. Я не знаю, как назвать еще одну категорию. Мне хочется вам рассказывать про мастер-классы, выставки, куда я, в общем, ездила. И я не знаю, как назвать эту категорию. Любовь с первого... Любовь с первой минуты. Я не представляю, как назвать. Я еще, конечно, подумаю. И в таком формате видео мне хочется рассказывать о каких-то выставках, мастер-классах, в общем, где я побывала в прошлом месяце. Но я не знаю вообще, как назвать эту категорию. Там, любовь с первой поездки, любовь с первой минуты. В общем, я еще, наверное, подумаю над названием именно этой категории. И надо, кстати, посмотреть, как вообще в прошлом месяце я эту категорию назвала, потому что я же вам в прошлом месяце тоже про мастер-класс рассказывала одной девушке, что я ездила создавать свечи. И в августе я также поехала к ней на новый мастер-класс, где мы создавали браслетики. Мне просто безумно нравится именно сама атмосфера этих мастер-классов, потому что там всегда играет приятная музыка. Там всегда очень позитивные, открытые люди. С некоторыми я уже знакома, потому что это не первый мой мастер-класс. И вот я действительно езжу на них. Создавали вот такие вот браслетики. Это находится в ручей-комнате, которая есть в Риге. И мастер-классы всегда посвящены какому-то уроку из Хогвартса. И это был урок защиты от темных сил. И, в общем, вот такие вот браслетики мы создавали. Мне безумно он нравится. Честно говоря, когда я ехала, я думала о том, что я создам какой-то очень светлый, возможно, с фиолетовыми оттенками браслет. Но нам сказали, что вот перед вами лежат камни. Это натуральные камни. Браслет создается из них. И перед нами лежало большое количество натуральных камней. И нужно было подумать о том, чего вы хотите и чего вам не хватает. Вообще вот просто, что вам сейчас необходимо. И руки сами потянутся к камням. Действительно, мои руки потянулись к камням. Но не к светлым, а почему-то к темным. И вот я создала черно-зеленый браслет. Потом мне, кстати, очень... Когда мы выбирали фурнитуру, мне безумно захотелось почему-то взять клевер. Сейчас меня сделаем вот так вот. И мы все равно не берем фокус. Это шок тебя. Я надеюсь, что он взял фокус. И мы не знали, что за камни мы берем. Там не было написано, что это за камни. То есть просто интуитивно ты брал, которые тебе хотелось в этот момент взять. И когда я стала читать эти камни, я стала проверять, подходят ли они по моему знаку зодиака. И все камни абсолютно подошли. И я такая, что это за магия? Потому что рядом лежали камни, которые, к примеру, не подходят моему знаку зодиака. Но вот почему-то у меня руки потянулись именно к тем камням. И, кстати, этот браслет я очень долго собирала, потому что... Но... Но... Мое второе имя удача... Правда, первое не. Поэтому, да, собирала я его три раза. И нам потом давали подарочки. Всегда на этом мастер-классе давали подарочки. И, в общем, это было письмо из Хогвартса. Самое интересное, что когда я уже приехала домой, я немножко поговорила с организатором в сообщениях, потому что это очень милая женщина. И оказалось, что прямо напротив меня сидела моя однофамилица. Я этого не знала. Вот. И она говорит, что она безумно боялась перепутать внутри письма, потому что они прям именные. Это очень забавно. Я еще потом сверила и говорю, нет, все. Я ничего не перепутала, все в порядке. В общем, это очень такое интересное было совпадение, потому что этот мастер-класс, он происходит все-таки в небольшой комнате. И там максимум, по-моему, может быть, шесть человек. То есть, из такого маленького количества людей напротив меня сидела моя однофамилица. Я очень сильно удивилась такому совпадению. Любовь с первого раунда. То, что я буду сейчас рассказывать. Люди, которые не играют в игры, советую вам перемотать, потому что вы подумаете, что я сошла с ума и несу какой-то бред. А вот кто играет в Геншин или вообще в игры, сейчас меня поймут. В Геншин я стала играть в прошлом месяце, и в августе мне открылась новая локация, а именно чайник. Мне подарили чайник, в который я могу обустраивать и делать там свой уютный домик, создавать мебель. И весь месяц я, в принципе, потратила на это. Не весь месяц, вру. Мне его дали где-то в середине августа, а может под конец. И, в общем, я делала максимально уютные комнаты, ловила котиков в Монштадте, чтобы перетаскивать к себе в чайник. И у меня там в домике было очень много котиков. Вот моя цель это то, чтобы у меня в этом чайнике было очень-очень много котиков. Я, кстати, обустроила вообще этот дом и территорию вне дома я уже обустроила в таком осеннем стиле. Я поставила туда осенние деревни. Мне безумно нравится, как это выглядит. В общем, когда для меня открылась вот эта локация, я позабыла вообще, что хотела найти какие-то интересные атмосферные игры и просто сидела днями и ночами уже вот с такими глазами сидела и такая «Так, мне нужен этот рыжий кот. Я хочу, чтобы он у меня там бегал». И, в общем, вот так вот я провела последнюю неделю лета. И кто на моем канале, если вдруг кто-то играет в кеншет, пожалуйста, отзовитесь. И, кстати, я в этом месяце выбила деда. И вообще не представляю, как я без него играла. И те, кто сейчас, опять же, не играет в игры, подумают, что я выбила какого-то старичка. Но, на самом деле, посмотрите, как этот дед выглядит. Ну, в общем, такой очень симпатичный. Это мужчина. И, да, я не представляю, как я без него играла, потому что без этого счета играть невозможно больше. Вот. Это все, что у меня было в этом месяце. К сожалению, очень мало. Но при этом очень много эмоций, очень много уюта. Поэтому я счастлива. Но попробую в сентябре найти какие-то уютные игры с осенней тематикой, чтобы уже любовь с 1 сентября рассказать какие-то классные игры. Я постараюсь. А на этом я, наверное, буду заканчивать свое видео. Я надеюсь, что оно вам очень сильно понравилось. Если так, мэк, неите мне пальчиком вверх или обязательно пишите комментарии. Я вообще это обожаю. Помните, что я вас очень сильно люблю. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok